МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня я консервным ножом вскрою мозг своей аудитории, потому что, я думаю, такого вы еще, наверное, не ожидали увидеть от меня. Вот, но где наша не пропадала? Это было спонтанное решение, которое совершенно случайным образом произошло вчера. Вот. А в этом еще будет отдельная история. Но, тем не менее, это произошло. И мне такая трансформация нравится. Да? Круто! Чувствуешь себя совершенно по-другому, совершенно в другом формате. И почему бы не поиграть в эту игру? Remember the King! Вы что, с ума сошли? А в чем дело? Полюбуйтесь. Боже мой! Боже мой! Будем перекрашивать! Впечатляюще! Да, впечатляюще. Простенько и со вкусом. Но жить с такими волосами в Советской России не рекомендуется. С вас, между прочим, за стрижку и бритье два рубля. Почему так дорого? Везде берут сорок копеек. За конспирацию, товарищ фельдмаршал. Нервных просят не смотреть. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quights. Это специальный выпуск. В ближайшие несколько месяцев у нас имидж Remember the King. Получилось совершенно случайно. А сподвиг меня на это вот этот замечательный человек. Маг и волшебник. Чернокнижник. Не побоюсь этого слова, потому что только каудовство это. Я боюсь, что сейчас, если люди меня сейчас в омахе, кто меня знал еще буквально год назад, и я вот в этом дизайне вот так вот пройдусь. Я думаю, что подавляющее большинство людей просто меня не узнает. Это я четко знаю. Я уже сталкивался в предыдущем дизайне с людьми, в банке, еще где-то. Вопрос. Макс, это вы или это ваш родственник? Извините, что я спрашиваю. То есть в банке реально, тетка там на ресепшене сидит, она меня в лицо знает давно, я уже три года к ней хожу. Она такая, это вы? Потом еще в два места там тоже человек косо на меня смотрел, смотрел, смотрел. Слушайте, я по-моему вас видел, вы же сюда приходили, кажется. Ну да, слушайте, вы вообще поменялись так вообще прям конкретно. То есть, а сейчас я думаю, что это просто. Я могу спокойно ходить, и совершенно другой человек абсолютно. И я могу что сказать, как только ты начинаешь себя менять, вот начинаешь над собой работать, у тебя возникает желание менять свой образ жизни, у тебя возникает желание куда-то дальше двигаться. Это как, ну игра по Станиславскому, что ли, получается так, я не знаю, как это еще объяснить. То есть, и, а получилось-то все вообще случайно. То есть, вот, Леша, расскажи, мы же практически с тобой познакомились совершенно случайным образом, и никто ничего не планировал, никакие не проекты запускает, ничего. То есть, все получилось совершенно спонтанно. То есть, человек случайно нашел мой канал, начал, не знаю, посмотрел, там, жена смотрела его канал. Ну, то есть, просто человек смотрел мой канал, там, где я уже такой, немножко утомленный нарзаном, и в такой, в состоянии легкой, в меланхолии, пополам с депрессией, как это называется, мизантропией. Макс, я вставлю немножечко ремарочку, да, смотри, значит, как получилось, ну, будний день, работы было очень много, просто шквал, звонит мне жена на работу, говорит, Леша, ты должен это сделать. Я говорю, что я должен сделать? Она говорит, ты должен помочь хорошему человеку. Я говорю, где этот хороший человек? Она говорит, в Америке. Я говорю, хорошо, определили в Америке, я говорю, как ты его нашла? Она говорит, а я, говорит, его защиту, комменты пишу в Ютьюбе, защищающий его от плохих людей. Я говорю, так, скинули мне ссылку, я посмотрю. В общем, я запускаю ссылку, смотрю, да, Максим, заквайс, посмотрел ролики, все, мне понравилось. И тут я уже смотрю, диетологи и люди, которые работают с людьми, они замечают определенные признаки. Вот, допустим, уже можно видеть, допустим, по определенной физиогномике лица, можно определить, есть ли отечность, есть ли какие-то уже такие моменты, которые уже профессионально меня начинают, скажем так, заинтересовывать. Вот, и моя жена говорит, так, Леша, ты должен ему помочь, вот как хочешь, короче. Я говорю, ладно, дорогая, сделаю, я пишу тебе письмо, оно у меня даже лежит вот в исходящей до сих пор почте. Вот, я пишу, уважаемый Максим, добрый день, посмотрел ваш канал, вот, хотел бы помочь измениться, трын-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ты вот мне отправил письмо, наверное, сколько прошло, две недели, да, Максим, ну, где-то так, наверное. Ну, две недели, я письмо получил сразу и прочел его сразу. У меня просто, как тебе сказать, Леша, прежде чем отвечать на такое предложение, я серьезно репу чесал две недели, вот, правда. Потому что у меня уже были опыты вписывания во всякие разные диеты, там, с Мухиной, там, прочие там мне очень доброжелатели всякие мне там советы давали, понимаешь. И мне надо было просто для себя лично решить. Я, если я на что-то берусь, я это довожу до конца. Тот, кто меня не знает, я просто хочу сказать, что, ребят, если я ставлю перед собой цель какую-то, любую, маленькую цель, большую цель, просто вот цель, я к этой цели приползу. Даже если меня там по дороге, там, попытаются, там, не знаю, замочить, там, еще что-то, я все равно эту цель сделаю, чего бы мне это не стоило. То есть это для меня вопрос принципа, то есть я очень принципиальный человек. И прежде чем куда-то подписываться, я должен взвесить, был, свои силы и для себя что-то решить. И только после этого тебе написал, то есть чисто две недели сидел и думал, прошу. Да, 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 вот. И, в общем, я для себя отметил определенные вещи, что уже действительно требуется вмешание, скажем так, врачей, вот, вмешание диетологов уже, то есть уже нужно за тебя было браться, вот, просто реально браться. Вот, и я решил для себя так, ответить человек помогу по полной, потому что я посмотрел ролики, мне понравились мысли, мне понравились, ну, вообще симпатии, когда вырабатывается симпатия к человеку, начинаешь уже как-то более-менее так контактировать. Встаем на весы, и вот сегодня у нас такой результат, 98,8 килограмм. У нас сейчас 7 утра, сижу на балконе, обычно в это время уже встает солнышко, но сегодня такой нелетный день, дождик, хотя последние две недели было очень сухо. Закончился, практически закончился мой сухой день, это целый день, когда вы находитесь без еды, без контакта с водой, нельзя ни пить, ни умываться, вообще никакой контакта с жидкостью не должно быть. Ну, вот, сейчас пойду в спортзал, и еще дожму вес, только-то встал на весы, вес был 98,8, после спортзала еще раз взвешусь. Такого веса у меня не было в Москве, аж начиная, наверное, с 98-го, с 99-го года. Так что, практически я свою цель достиг. Вот, для себя изначально стоял порог в 100 килограмм, но Алексей, тот доктор, который меня ведет сейчас, у него другая цель, он говорит, что мне надо скинуть до 90, и тогда все будет замечательно. Сразу хочу сказать, диета для людей с волей, с сильной волей, потому что, если вы хотите быстрого результата, необходимо строго ее соблюдать. Ну, тогда и результат будет очень эффективный и очень быстрый. Можете посмотреть на меня, у меня сейчас идет 22-я неделя диеты, и я не просто восхищен, удивлен и ошарашен, у меня даже нет слов, чтобы описать мои эмоции. Ну, это опять же относится к тому, насколько вы умеете работать над собой, и насколько вы готовы идти к намеченной цели. Вот, ну и все, вот, и я смотрю, что уже действительно нужно, скажем так, принимать меры, вот, а у тебя маленькие дети, вот, у тебя переезд в такую страну, вот, то есть, мужчина, фактически, в семье это стержень. Вот, если мужчина будет болеть, там, его самочувствие будет ухудшаться, соответственно, будут в семье страдать от этого. Поэтому задача была какая? Оздоровить, омолодить, привести в норму, вот, и чтобы твой корабль, развив паруса, понесся вперед в новые гавани, как говорится, на достижение новых земель. Ну, так вот, и, да, я знаю, и знаю, что всегда трудно начинать. Это очень трудно. Психологический фактор очень сильно тянет в те привычки, которые у человека выработаны годами. И решиться это очень трудно. Фактически, вот, на начале моей карьеры, вот, я людям медали давал. А найду медаль, тебе как-нибудь покажу, у меня остались. Я давал медали людям, вот, просто, вот, человек решил похудеть, решил себя изменить. Вот, он проходит там две недели, три недели, мы с ним уже темп набрали, уже все нормально. Я ему дарю, говорю, Иван Иванович, медаль тебе. Вот, реально, потому что то, что ты делаешь, вот, вот, как ты, вот, с ним сейчас боролся, это реально нужно иметь стержень. Это мой спортзал, который относится к моим апартаментам. Здесь я могу заниматься в любое время суток, хоть в час ночи, хоть в 7 утра. Как правило, здесь вообще никого нету. Весь спортзал в моем распоряжении. В некотором роде такой эксклюзивчик. Вот это мой любимый тренажер. Такой лыжеход, учитывая, что у нас снега нету, а беговые лыжи, это моя слабость, так же, как и горные. Очень полезный тренажер. Ну, и вот этот вот комплекс тоже ничего. Ну, и, конечно, вот это. Ну, и вот стоим на весы после спортзала. 97,4. Тут приходят люди, либо уже к краю, когда здоровье уже, скажем так, в критическом состоянии. Либо настолько сильно они обладают силой воли к достижению чего-то. Они приходят в это, либо сами, либо с помощью наркотиков, либо с помощью иных каких-то достижений. Но это очень трудно психологически решиться. Очень трудно. И я фактически вот говорю, тот человек, который себя изменил хотя бы один раз в жизни. Этот человек действительно человек с большой группой. Почему? Потому что не каждому должно себя изменить. Не каждому. Многие так и остаются в той комфортной зоне, в которой они привыкли вращаться. И вот эта комфортная зона и социальное давление на эту комфортную зону создают такие условия, при которых человек бороться не может. А для того, чтобы измениться, вот, Макс, вот не дашь соврать людям, которые нас сейчас смотрят, как мы с тобой иногда вот коса на камень. Слушайте, я хочу, кстати, принести извинения в эфире своему врачу. Вот. А был у меня сбрыг две недели назад. Я тоже решил пойти на принцип такой. Думаю, ах так? Не хочешь по моим правилам играть? Не хочешь мне на две недели рацион давать? Не хочешь прислушиваться к моему крику из души? Так я, значит, не буду результаты слать, сколько я вешу. Ребята, на самом деле, Леша на такие игры не ведется. Если вы собираетесь с ним работать, ваше мнение вы можете оставить сугубо себе. Если вас интересует четкий результат, вы должны четко слушать, что он говорит. И выполнять строго то, что он говорит, без всякой отсебятины. Без попыток каких-то прислушивания других советчиков, еще чего-то. А мне вот там одна бабка сказала, тетя Фира с пятого этажа, она вот специалист по похудениям. Она говорит, что все, что делаешь, неправильно. Забудьте полностью. Если хотите результата, вы должны полностью довериться, исследовать строго, вот четко, досконально, без отсебятины. Или не играть в эти игры. И вот такой сегодня результат. 97 килограммов ровно. Это сухой, стабильный вес, который нужно будет держать. То есть, или так, или никак вообще. Если вы будете следовать рекомендациям и предписаниям, у вас и результат будет. То есть, это чисто от себя. Поэтому, да, я на две недели решил устроить от себя. Я бы там пытался попробовать. А вот у меня там в записях там было же, вот там три недели назад, или месяца два. Какая-то эффективная же была подборка продуктов, там вроде бы. Нифига подобного. Все рассчитывается строго, четко. Именно вот на тот период вашего состояния организма и попытки отмотать назад и там какую-то другую диету, там, рацион использовать. Они не приводят к результату. Наоборот, у вас вес начинает набираться. То есть, четко нужно следовать. И тогда все. Лех, сори, извини. То есть, я был неправ. Вот в эфире говорят, все вот. Последние недели я четко вот это все сделал. То, на чем остановились и на прошлом этапе. И результат сработал. Все это заработало опять, да. На самом деле, я тебе скажу две штуки. Во-первых, жена мне проиграла сто рублей. За что? Вот, потому что я сказала ей как? Она вот, Максим бросил. Я говорю, нет. Максим психологически адаптируется. Ему нужно было время для того, чтобы переосмыслить и с новыми силами двигаться к новым достижениям. В общем, мы с ней подпорим на сто рублей, и мне завтра сто рублей заберут. Жена просто твоя плохо меня знает. Если я иду к цели, я эту цель достигаю. Это надо делать. Потому что, ну, как? За годы практики уже сложилось такое четкое понятие, как психологическая адаптация. Она имеет определенный временной интервал. То есть, человеческая психика может быть, допустим, в каком-то режиме только определенное количество времени. И уже количество срывов психологического плана, там, отхода диеты, там, или вот идет, хочу булочку, не скажу никому, съем, там, и так далее. Эти шаги, они абсолютно адекватно обоснованы с точки зрения психологии. И даже вот такие вот моменты, вот как Максим озвучил, немножечко он решил отойти, там, попробовать что-то по-своему как-то. Это даже хорошо в плане того, что он смоделировал ситуацию, когда он без меня, допустим, недельку, там, две. Он так попробовал, он так попробовал. Он уже получил опыт дополнительный какой-то. Вот. И уже имея вот этот дополнительный опыт, мы сейчас с ним применим следующий вариант тактики. Вот. В итоге он, на итоге у нас выйдет полностью готов практически ко всем моментам. Максим часто мне говорит, Реша, сделай такую вещь, чтобы я мог заходить в любой магазин, вот, смотреть продукты, там, набирай, там, в ресторан, там, в буфе, там, и так далее. Можно сделать и так. Вот. Однако, на данный момент, значит, необходимо, есть такое понятие задача. Значит, задача у нас строится таким образом. Первая задача, это выйти с критической точки веса. Вот. То есть, когда человек приходит, уже его, значит, индекс массы тела превышает, допустим, мы, значит, первая задача нам в пределах здоровья, то есть здоровом показателем снижения веса, выйти из критической зоны. Вторая цель. Снизить массу тела до занятия спортивных нагрузок. Макс знает, что я ему потом уже потихонечку стал вводить немного спорта, совсем немножечко. Вот. Прошли мы вторую стадию. После второй стадии мы закрепляемся до стигнутой, двигаемся в определенный момент в ней. Для чего? Для того, чтобы тело адаптировалось к новому внутриклепродному давлению, к новым его метаболическим процессам, то есть адаптации. Вот мы прошли снутри этапа. Ну и закрываем этот год с показателем 95 килограмм. У меня весы только что показали 94,8, но я взял в руки фотоаппарат и, к сожалению, у меня немножко вес добавился. Выходим на четвертый этап, когда уже Максим психологически разгрузился за две недели, когда он уже готов к новым свершениям. Вот его эмоционально-психологический заряд увеличился. И мы сейчас стартанем. Последний этап. Хотя его еще две рекомпозиции тела грядут. И мы войдем после окончательного прихода к весу, которому, значит, его будет идеальный с психологической точки зрения его и медицинской точки зрения. И после этого начнем следующую магию, называется рекомпозиция тела. Что такое рекомпозиция тела? Мы нашего Максима будем, есть такое слово, прокачивать. Мы будем, значит, менять его структуру питания таким образом, что его физические нагрузки дадут, спровоцируют рост мышечных волокон. То есть он подключится в спорте самостоятельно, либо с нашей помощью. И мы его через питание поможем организму. Вы еще увидите, как он всему изменится. Мы им еще Харли купим. Все дела. В общем, скажу так, что то, что Максим сделал с собой, это великая заслуга великого человека. Не побоюсь с точки зрения это сказать. Почему? Потому что это может понять только тот, кто боролся сам с собой. С самим собой бороться труднее всего. Почему? Потому что самому себе ты отказать практически не можешь. Это точно. Приходится в чем-то отказывать. Да. А тут тебе приходится в чем-то отказывать. И это такие ломки, что бывает, людям порой даже сны снятся там. Еда, какие-то дела там и так далее. Да-да-да-да-да-да-да-да. Снятся, снятся. Снились, сейчас уже нет этого, да. Да-да-да-да-да. Зато в итоге мы видим, что человек в отличном состоянии, здоровый, энергетика, семья радуется, все хорошо. Я считаю, что мы совместно с ним вернули ему еще радость этой жизни на какой-то там премии. Дай бог еще лет на 40-50. И это самое главное, что цель-то какая была основная, чтобы человек стал счастлив, здоров и успешен. Итак, сегодня психологический барьер пройден, 94,4. И вот что мы сейчас наблюдаем. Максим в прекрасной форме, настроение отличное. Я прям с удовольствием, мы радуемся за него каждый день. Жена не даст нам соврать. У меня фотография, мы сегодня целый день в машине на планшете висела. Я прям так поставил. Я целый день был, Максим, очень рад, честно сказать. Мой день сделал ты сегодня с утра, вот однозначно. Вот просто однозначно. Но нам предстоит еще немножко поработать. Вот, поработать. Вы, наверное, будете наблюдать изменения на Максима. Вот. И вот я, кстати, вот наблюдал некоторые комментарии в Ютубе, которые мои люди пишут. Вот. Я скажу так, что в своем времени я даже задавался такой темой, написать книгу, о том, о психологическом давлении, которое внешние люди оказывают на человека в момент его изменения. Вот. Я не знаю, почему так сложилось, но в странах советского и постсоветского пространства к человеку относятся изначально с предубеждением. Вот. И изначально пытаются его какие-то начинания и что-то повернуть не совсем с лицеприятной точки зрения. Меня очень удивляет, что в Америке, допустим, в человеке находят любую маленькую деталь, за которую можно зацепиться с положительной точки зрения, делать акцент именно на ней. Вот. И меня удивляют люди, которые пишут, что Максим, ты выглядишь уже похудевшим сильно и так далее. Вот. Я вот всегда хочу сказать людям, что попробуйте изменить себя. Если ты худой, попробуй стать больше на тренированности. Если ты, а, твоя масса тела отличается от нормы, вот, попробуй ее уменьшить. И вот только потом ты имеешь какое-то право критиковать кого-то, что-то кому-то доказывать, когда ты сам через это прошел, сам через себя все это пропустил. Вот. А это, ребята, я вам скажу, очень трудно. Вот. Людей, которые пытаются себя изменить, нужно поддерживать всеми способами, всеми какими-то возможными. Вот. Почему? Объясню. Вот. Очень просто. Потому что, возможно, это может быть их последний шанс, который только им выпал в этой жизни. Последний шанс. Вот. Реально. Почему? Потому что некоторые люди, вот, не могут переступить через себя, а потом приходят к индексу массы тела, где диагноз уже не просто ожирение, а третья, четвертая степня, где уже начинается инвалидность, где начинается уже смертельное ожирение диагноза. И такие есть, поверьте мне. Вот. И тут уже не до шуток, как говорится. Вот. А человек не может себе отказать. Вот я могу очень интересный пример привести. На работу, когда хожу, машину ставлю, иду мимо одной булочной, и впереди меня все время идет в течение двух лет молодой человек. И вот этот молодой человек взял за привычку заходить в эту булочную. Вот. И я два года наблюдал изменения, которые он, значит, приобретал в своем теле, заходя в эту булочку. Ну, так, в общем, примерно, по моим прикидкам, вот, где-то, наверное, с 73-х килограмм он вышел за два года где-то в 130-140. Ого! Через два года. Да. Причем он продолжает заходить в эту булочную, и утром берет с собой пакетик с этими булочками, булочками, кофе там, еще каждый день он это делает. Хотя ему все труднее и труднее ходить, и я наблюдаю этот процесс. Мешиваться нельзя. Друзья, когда я тебе скажу, дорогой, давай я тебе говорю. Я говорю про то, что люди порой не замечают, как они крутятся вокруг таких вещей, которые недопустимы для них. Вот. И вот я хочу пожелать вот людям на канале Максима не критикуйте. Вот. Находите положительные точки зрения. Будьте во всяком случае людьми с большой группой. Вот. Потому что если вокруг нас будут людей более разумных и взрослых, вот, то нам, и диетологам, и худеющим, и меняющим себя, будет намного приятнее жить и творить больше хорошего тела. Поверьте, это хорошие дела, вот, в нашем, скажем, мире и обществе. Ну и вот конец сухого дня. Вес – 94,1 кг. Новый рекорд. Но сухой день еще не закончился. Сейчас будет спортзал, потом салон, и посмотрим, насколько можно будет вес прожать. Вот. Я очень рад, что Максим смог себя изменить. Очень рад. Очень. Вот. Мы с ним еще будем отрабатывать его изменения до конца. Вот. Мы ему научим еще некоторым вещам. Такого. Что хочу сказать. То, что делает Максим, мне очень нравится. Он помогает людям. Он просто помогает людям. Людям вот нужна помощь. Он им помогает. Это как мы. Человек приходит к нам. Алексей Сергеевич. Помоги. Вот так я делаю. Мы помогаем. Максим практически как мы диетологи. Только он помогает людям по-своему. И это очень хорошо. Это очень хорошо. Почему? Потому что современное общество, оно, скажем так, очень быстро движется. Все меняется. Вот. И очень, скажем так, наблюдается тенденция, когда люди друг другу мало помогают. А когда человек открытый говорит, ребята, приезжайте ко мне, я вам помогу, проведу за руку и так далее. Ну, прошу вас, не критикуете, что вы там пишете. Вы сами попробуйте приехать в другую страну и пожить немножечко не знаю языка, не имеет достаточно опыта. Вот я вам скажу, что это очень трудно. Очень трудно. Вот просто невозможно. Трудно, когда некому подойти и так далее. Буквально недавно слышала эту историю. Девушка к родной сестре. Я приехала в Нью-Йорк. Вот. Она ее якобы ждала. Обещала там квартиру ей помочь. Я там машину купила. В итоге девушка полетела к родной сестре. А родная сестра сказала, дорогая, извини, у меня нет времени. У меня час к тебе поехать. Это будет 37 долларов стоит на моей работе. А мне сейчас очень нужны деньги. Девушка осталась прошлой на улице. Вот как бывает в жизни. Вот именно так бывает. Ну, все так и есть на самом деле, да. Это для меня, кстати говоря, твоя история, которую я сейчас рассказал, это одна из многих, которую я читаю ежедневно в переписке, потому что очень много людей пишут такую ситуацию. Я сейчас собираюсь пойти в спортзал, позаниматься часик. А тот, кто ошибочно считает, что я сбросил вес исключительно из-за хождения в спортзал, это большое заблуждение. В основном вес следует за счет именно рациона питания, которое особым образом подбирается на каждую неделю. Причем он меняется в зависимости от динамики вашего веса. Чем ближе вы приближаетесь к концу, тем он становится сложнее. Потому что использовать, например, те продукты, которые вы использовали в самом начале вот этого похудения, их нельзя уже в конце, потому что они приводят не к снижению веса, а к увеличению его, как ни парадоксально это звучит. Я отставил эксперимент, пытался использовать продукты, которые только в самом начале использовал, которые принесли самый эффективный такой результат, но результат оказался противоположным, поэтому все четко рассчитывается. А вот для того, чтобы не было всяких растяжек, чтобы тонус был мышечный, хороший, чтобы так нормально, бодренько выглядеть, для этого нужно ходить в спортзал, и опять же нужно правильным образом заниматься, то есть тут тоже все нужно делать гармонично. Сейчас пойду в спортзал и немножко дожму свой организм, посмотрю, сколько еще. У меня есть несколько вопросов, которые накопились не только лично мои, но и те, которые регулярно зрители задают. Во-первых, помнишь, ты говорил, ты приложение начал писать, которое позволяет на мобильном телефоне, там Android или iOS для Apple, делать расчет калорийности, не знаю, как сопоставимости продуктов, не знаю, как правильно это назвать. Короче, эта программа, которая всегда с вами, и вы можете вбить туда те продукты, которые вы хотите съесть, а уже в зависимости от этого эта программа, соответственно, с методиками Алексея, делает расчет. Ты закончил это приложение или еще он не в стадии разработки? Значит, ядро этого приложения использует уникальный алгоритм расчета питания, который я запатентовал. То есть я, скажем так, выработал определенную систему и методологию в применении к разработке рационов питания на основе биохимических параметров людей. Значит, в программе будет этот уникальный клуб. На что он будет позволять этот ход делать? Этот ход будет позволять тонко настраиваться на индивидуального человека. Значит, программа будет работать через интернет, подключена к моему серверу, к моей компании. Значит, там будет иметь пользователь аккаунт доступа. Он будет платным. Что будет позволять этот аккаунт доступа тела? Значит, человек будет в зависимости от его желания поднять мышечную массу, снизить индекс массы тела, повысить индекс массы тела, будет выбирать определенные направления. Программа будет закидывать свои продукты питания, которые рекомендованы ему врачами, которые сопутствуют его, скажем так, особенностям здоровья и тела. И программа будет под контролем нашей группы питания. Он будет формировать иммурационные иммуны. Значит, там будет три уровня доступа. Простой, middle и high level. Значит, тут уже будут различные бонусы. Какие, пока не скажу, пускай это будет секрет. Но скажу так, что, имея эту программу, она вам позволит достигать определенного, значит, индекса массы тела в определенные сроки и значения. Причем, вы будете самостоятельно разрабатывать себя собственными. Уникальность именно этой программы будет включаться в том, что у вас будет самостоятельно индивидуально. То есть, вам не нужно будет что-то придумывать и так далее. Вам достаточно будет накидать продукты питания туда. И программа вам будет формировать уже циклы на основе моих запатентованных технологий. Это очень интересная разработка. А когда она будет готова? У тебя хотя бы сэмпл есть уже, хотя бы пробник или еще что-то? Наверное, мне кажется, кто-то уже захочет подписаться на вот эту систему. Есть ли что-то уже, чтобы можно показать публике? Или еще пока у тебя разработка идет? Бета-версии есть. Но мы хотим, когда мы будем публиковаться сначала, значит, на Apple технологиях, на Android системах мы будем публиковаться вторично. А мы будем идти по методу, вот как делают крупные компании, публикация сразу всего и готового. То есть, мы не будем делать битап. Мы, если выйдем на рынок, мы выйдем на рынок целиком и сразу. То есть, у нас опыт будет сразу под iOS, под Windows, под iPhone и под Android систем. Ну, соответственно, под Macintosh тоже. Поэтому мы сейчас все это активно разрабатываем. Сотрудничаем с компаниями по стелеллокерам и с компаниями, которые разрабатывают программу обеспечения. Вот сроки говорить не буду, потому что, как практика показывает, компьютерщики очень интересные люди. И сроки могут передвигаться. Ну, то есть, презентацию, я думаю, мы сделаем на канале, когда у тебя система будет готова уже для коммерческой подписки и все желающие смогут закачать. То есть, сделаем презентацию. В тестовой группе, вот, Максим будет в тестовой группе, и когда мы опубликуемся, значит, Максиму будет дана эксклюзивная возможность подключить 10 человек в тестовую группу по его усмотрению. Когда это все, значит, я сообщу, опубликую, вот, тестовая группа организовывается, они попробуют, посмотрят, уже свои отзывы напишут на официальных сайтах. Под эту, значит, программу пишется официальный сайт. Ну и вот, прежде чем мы начали кататься на аттракционах, тут вот такой вот шведский столик и чисто американские вот такие вот закусоны. Гамбургеры, хот-доги, газировка, чили, картофельный салат. Все дико вредное, вот, но чисто американское. Иногда можно себе позволить и вредное. Иногда можно себе и вредное позволить, да. Несколько людей, которые с тобой, ну, по моей наводке переписывались, и вопрос шоу по поводу сдачи анализа на кровь в самом начале, или кому я рассказывал про твою методику здесь вот в Америке и там с кем я в России переписываюсь, как только говорю вот про группу крови, такие, а, ну, это же та самая, как это называется, методика похудения по группе крови. Говорю, ребят, нет, это не методика похудения по группе крови. Скажи, что ты вообще думаешь по поводу этой вот, по группе крови похудения, вот, человек знает группу крови и все, у него дальше шоколад сплошной с пармеладом. Насколько это вообще научно обосновано и насколько это может быть шарлатанство? Что ты сам скажешь по этому поводу? Скажем так, что каждый научный вывод основан на чем-то. Невозможно рассуждать о том, что является ли это шоколад сплошной или нет, по одной простой причине. Что, да, действительно, кровь имеет различия, действительно имеет. Вот, какие-то люди более предрасположены к определенным типам питания, и это факт. Значит, генетические мутации, которые происходят с человеком постоянно, с человеческим родом, приводят к тому, что его пищевые зрения немножко сдвигаются в определенные стороны. Кому-то более подходит мясной рацион, кому-то более подходит овощной рацион. Это, значит, заложено на основе тех генетических мутаций, которые происходили в момент объединения человека. Так вот, значит, имеет место быть и такая диета. Но, скажем так, есть диеты, я их называю лакмусовыми. И мое мнение именно такое, что данного типа диета слишком широкоформатная. То есть, четко фокусироваться на конкретной личности, она не позволит в сжатые сроки. Она позволит вычислить его тип рационного питания. Что такое лакмусовый рацион? Кстати, вот, лично я ввел диетологическое название, такое понятие лакмусовый рацион. Это рацион, который показывает реакции организма при применении определенных диетологических манипуляций. Диетологические манипуляции могут быть не только с белками и жирами. Диетологические манипуляции могут быть с аминокислотным спором, с аминокислотным вставом, с минерализацией и так далее, и так далее. Также с водородным показателем. То есть, мы делаем как? Мы запускаем рацион, который называется лакмусом. И на протяжении нескольких рационов мы отслеживаем реакции организма. Мы можем попросить дополнительный анализ крови. Мы можем по функциональным ответам организма. Когда человек пишет, Алексей Сергеевич, вот меня, допустим, в шар подкидает. Либо голова у тебя заболела. Либо, вы знаете, ладони у меня потели и так далее. Ага, для нас каждое такое сообщение – это уже определенный сигнал, который нам показывает вот эти лакмусовые рационы. И скажу так, значит, диета по группам крови – это широкоформатная диета, которая, да, позволит при удачном стечении обстоятельств выйти в определенный, допустим, режим снижения веса. Но она настолько широкоформатная, что подобрать порой очень трудно. Для ее подбора необходимо сдавать не просто СБР – анализ крови, а необходимо сдавать уже более расширенные кровяные, значит, анализы. И отслеживать их, опять-таки, хочу сказать, стационарно. Не просто так вот я взяла анализ крови и пошла с ним. Во-первых, он будет уже через несколько дней недействительными разами. Во-вторых, для того, чтобы применять рацион на основе, значит, группы крови, необходимо будет кровь постоянно контролировать. На те же тельца, на все. На всплески, на мусор в крови, на все, на все, на все. И вот тогда, значит, диета на группу крови будет срабатывать точечно. Вот. Я столкнулся с такой вещью в интернете часто. Не скажу обманывают, а скажу лукавят. Вот. Почему? Потому что недостаток информации и по культуре питания приводит к тому, что люди, как говорится в русской поговорке, слышат звон и не знают где он. То есть часть правды доходит, а часть начинают додумывать, и, значит, эти додумывания начинают распаляться по интернету, там, везде, там, между людьми. Вот. И начинается вот тут вот уже бардак. Кто-то что-то там сказал, как правильно Максим сказал, соседка сказала, вот это не ешь, а вот это ешь, там. Вот. А может быть, эта соседка принимает на фоне медопаузы дополнительные лекарства и не учитывает, что у нее в крови плавает всякие, там, технические мусоры, в виде, там, гормонов, там, препаратов химических, там, и так далее. Вот. И, возможно, ей то, что она ест, будет работать. А дядя Васи, например, с третьего этажа… У него медопаузы еще нету. А у него еще медопаузы нету. А у него еще медопаузы нету. И вот. Дядя Вася с утра беленько заправляется, он с утра – раз, опа, 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 и все нормально. Вот. Итак, после спортзала у нас вес 92,8. Осталось сходить в сауну и еще чуть-чуть дожать. Слушай, смотри, ты же вроде книжку написал, я у тебя на сайте заходил, и книжка, она, в принципе, доступна для прочтения. Вот. Насколько людям, прежде чем вообще обращаться к тебе с похудением, имеет смысл для начала хотя бы просто книжку почитать? Или это надо в комплексе делать, или сначала обратиться к тебе, а потом уже книжку? Что бы ты сам по этому поводу сказал? Или, в принципе, достаточно, прежде чем браться вот за такой радикальный шаг работ над собой, может просто прочесть эту книжку, заказать ее, почитать, и потом уже для себя какие-то вынести, не знаю, там, решения, играть в эту игру или нет? Вот что ты скажешь? Расскажу, как она родилась, эта книжка. Значит, в свое время я начинал вести список вопросов от людей, которые они задают. Потом я обнаружил, что эти вопросы сотнями раз повторяются, одни и те же от разных людей. Более того, я обнаружил то, что, значит, люди постоянно вращаются вокруг одних и тех же непонятных величин, которые для них по каким-то причинам неизвестны. Вот, книжка, значит, была рождена для того, чтобы помочь человеку понять простым языком, именно простым языком, вот, не знаю, Макс, наверное, прочитал ее или не прочитал? Я пытался изложить там очень просто, вот, чтобы люди взяли направление, я там даю, значит, несколько рационов базовых. Есть понятие лакмусовый рацион, есть понятие статичный, нестатичный, есть базовый рацион. Там я даю базовые рационы, которые люди могут уже между собой настраивать, то есть корректировать. Объясняю, как их настраивать, объясняю основные ошибки худеющих, вот, объясняю, что нужно делать, что не нужно делать. Значит, если человек чувствует в себе, первое, акцентируя внимание, психологические силы на то, чтобы попробовать справиться самому, не наломав при этом дров, он может купить сначала книжку. Как в основном, я рекомендую поступать, значит, людям, которые хотят покупать. Если вы спортсмен, когда-то были, например, если у вас есть свободное время, если вы можете заниматься поиском информации и так далее, вот, покупайте. Будет очень полезно, очень полезно, вот. Если же вы хотите получать уже настроенный, готовый на вас рацион, мгновенную консультацию, то есть у вас нет времени заниматься и самоизучением, самообразованием и так далее, вот, то сначала лучше вам пройти курс, вот, потом взять с собой книжку. Почему? Потому что периодически вы будете к ней обращаться. Это факт. После Нового года, Масленицы, вот, после всех великих праздников, периодически... 23 февраля, 8 марта, Пасха, 1 мая, 9 мая, день начала пассивных на участке, день рождения тещи, зятя Журина, Свата, соседа Васи, у россиянина родня приехала из Житомира. Вот, то есть у среднестатистического россиянина столько праздников, сколько, я думаю, ни в одном календаре нету. И после каждого раза это стресска. Да, стресс для организма каждый раз. Конкретный причем стресс. Да. И вот эта книжка, она чем хороша, человек может в любой момент в нее вернуть, перечитать, посмотреть определенные аспекты, в какой стратегии ему действовать. И начинает скидывать вес. Там есть женский рацион, базовый, мужской рацион, базовый. Объяснение полностью, как его настроить под себя и работать с ним. Значит, там не даются множество типов рационов, объяснения, как между ними делать комбинации. Нет. Там даны четкие несколько рационов, которые вы будете настраивать у себя, читая эту книжку. В книге я полностью раскрыл все основные ошибки худеющих. Все основные ошибки. Объяснил, как они ошибаются, почему они ошибаются. И так далее. Она очень полезна. Люди, вот я могу показать писем, пишут благодарственные письма за эти книги. Вот. Молодцы люди. Те, кто хочет, вот как Максим, себя изменить, он себя изменит в любом случае. Книжка, курс, это будет очень хорошо. В помощь он придет к своей нужной точке. Я всегда говорю так. Если вы меня нашли и ко мне попали, я от вас не отстану, пока я вас не изменю до такого момента, как мне необходимо. Я на твое приложение возлагаю надежду очень серьезно, на самом деле. Потому что в нашем безумном ритме, я не знаю, ну, Америка, наверное, предъявляет и все по поводу безумности и мобильности. Ты никогда не можешь распланировать, где ты находишься. То есть у меня, по крайней мере, редко бывает, когда неделю в любви нахожусь дома, потому что я очень мобилен. И постоянно приходится, когда ты находишься в разъездах, как-то комбинировать, варьировать все это дело. И чтобы себя как-то удерживать в рамках, необходимо постоянно делать расчеты, анализ, что ты ешь, и как ты ешь, и каким образом ты это ешь. Вот это приложение, мне кажется, я буду ждать с нетерпением, чтобы ты это закончил как можно скорее. Мы взяли базу данных продуктов питания USA, Соединенных Штатов, и подключили модуль сканирования штрих-кодов к программе. То есть человеку достаточно будет привести наш штрих-кодом свой iPhone либо Android-систему, и этот продукт уже забьется в его продукты питания, которые он использует в течение дня, недели и так далее. То есть человек просто будет брать свой телефон, подходить, щелк, 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 вот это буду есть, вот это, вот это, вот это. Нажмёт кнопочку, программа сформирует ему рационное питание, как ему необходимо питаться. Используется в майной работе. Да. То есть вот очень будет удобно. Тем более, я вот насколько знаю, в ресторанах и буфетах Соединенных Штатов, у них на ярлычках указывается калорийность блюд, питательные среда там и так далее. Ну это в сетевые условия, вообще общественное питание, сетевые какие-то, нетворки. А так, в принципе, не очень это пишут. Тоже немаловажный, вот помнишь прошлое интервью, и меня после него завалили, опять же, письмами и в комментариях очень много было. По поводу того, как ты набираешь группы, как ты сейчас в этом году будешь работать с людьми, которые проживают в России, теми, кто живут за пределами там, в Европе, в Америке и так далее. И как у тебя будут обстоять сейчас дела, учитывая, что ты сейчас планируешь переезд и, соответственно, открывать центр здесь в Америке, соответственно, этим всем заниматься. Как у тебя будет режим работы? Расскажи, пожалуйста, потому что люди постоянно спрашивают. Я говорю, подписывайтесь и прошу. Да. Ну, значит, по поводу режима работы. Значит, в связи с тем, что слава идет в пяти нас всех, как говорится, у нас графика работы очень сложная. Люди к нам обращаются со всех стран, и мы отбираем людей по приоритетности их состояния здоровья. То есть, если человек в критической точке нам звонит, говорит, Алексей Сергеевич, все, у меня предел. Сейчас либо сердце встанет, либо сосуды вопнут. Вот. Мы будем, даже если мы очень загружены, брать его в работу, рассчитывать рационы, консультации с ним ежедневные и так далее. Вы представьте, у меня в день бывает до 400 звонков. Вот. 400 звонков. Человек мне пишет в этот Viber WhatsApp. Вот. А вы представляете, если я забываю на ночь отключить телефон, у меня тут в этот потолок звездами начинает отморгать телефон. Вот. А у всех разные часовые пояса и так далее. Значит, как я набираю группы? Вот, значит, в основном приток записи идет в первых, значит, квартлах начинающего года. И у нас формируется вся группа практически на год. Потому что людей очень много, мы их начинаем выстраивать в очереди. Вот. Но у нас бывают такие вещи, как, например, люди пришли к своему весу, который хотели изначально. Вот. И у нас освобождается окно. Мы можем брать. Вот. А у нас бывают такие моменты, когда мы, значит, по клиентам все рассортировали, у нас все устаканилось. Мы делаем объявления на сайте, пишем, убираем группы. Мы можем набрать там человек 10-15 сверх того, что мы уже имеем в графике. Вот. Мы периодически делаем такие объявления. Вот. Если люди увидели их, они к нам приходят и начинают в наш поток вливаться. Вот. Почему? Потому что у нас нет такого понятия, как работа с общим числом сразу. Нет. Все люди индивидуальны в плане здоровья, жизни, иных показателей. У нас получается, что мы работаем с каждым человеком индивидуально. Вот. У нас как начинается утро рабочего дня? Мы собираем отчеты со всех. Вот. Весовые показатели, показатели по здоровью там и так далее. Мы целый день до обеда там отрабатываем. Это значит каждому от комментариев написать. С кем необходимо созвониться, созвониться. С кем необходимо обсудить медицинские параметры, связаться с врачами, их не обсудить медицинские параметры и так далее. Я вам скажу больше. У нас даже недавно был очень интересный случай. Мы в Америке звонили в самолетную компанию и человеку заказывали рацион ему в самолете. Вот. В самолет. То есть он по рабочим делам куда-то вылетал, не успел собрать рацион, ничего. Мы говорим, окей. Мы позвоним, как говорится. Мы позвонили, заказали ему, все сделали как необходимо. Вот. Мало кто знает, но в самолетах, во всяком случае, в европейском классе, там, и в Соединенных Штатах, вот, очень обширное меню, очень обширное меню. И есть возможность даже заказывать диритуальный меню. Вот. Мы так делаем. Вот. И то есть у нас вот этот огромный поток клиентов, но у нас бывают промежутки, когда мы можем направить. И бывает. Мы обычно об этом, значит, обмечают. Вот Макс тоже знает, мы даже отказываем людям. Вот. Есть люди, которые приходят к нам, просят принять. Мы их физически не можем взять. Вы понимаете, что, ну, во-первых, у нас ограниченное число людей. Значит, мы можем работать только с определенным количеством людей, чтобы всем не делить внимание. Что такое делить внимание? Это значит, человеку направить покупку питания. Объяснить что-то, показать важные, ключевые моменты, которые он должен знать. Допустим, у человека, вот, у него возник вопрос. А вот, ну, что бы, допустим, вот это по питанию добавить? Или как вот это вот влияет на вот это? Мы ему говорим, стой, посмотри. Вот видишь, вот этот продукт питания тебе не нужен. Не должен его есть. Потому что вот он тебе именно дает инсулиновый всплеск на фоне других продуктов питания. Но у тебя идет все вот в трам-трам. Вот. Это каждому надо уделить. Мы вечером, вот мы пятницу, субботу, мы работаем до двенадцати, до час ночи, чтобы успеть со всеми людьми отработать. На самом деле графика работы у нас очень большой. Вот. Но мы принимаем людей как только можно. Вот. Мы можем взять человека. Если ему медицинские параметры не позволяют, но если он работает, мы со слезой ему в письме напишем, дорогой, извини, но тебе к врачам. Вот. Тебе к врачам стационарное лечение. Есть такие случаи. Вот. Особенно девушкам хочу сказать, что девушке не бегите худеть после родных. Это раз. Вот. Во-вторых, при слабых, значит, почках и, значит, при опущениях почек не всегда можно худеть. Это два. Вот. В общем, есть определенные показатели, при которых худение невозможно. Либо хотя бы временно. Вот. Либо вообще невозможно есть. Это год. Вот. Поэтому мы делаем анализ. Мы делаем медицинскую комиссию. Вот. И уже мы выносим решение, берем мы его в работу или не берем. Вот. И те, кто счастливше к нам попали, все, мы его берем и с ним работаем уже до того момента, пока мы не придем к точке. Вот не дам соврать. Люди меня смотрят, кто меня знает. У меня бывают моменты, когда человек оплатил мне курс. Я с ним его отработал. Вот. Но я не достиг того, что я хотел по его МТ снижению веса. Я ему говорю, дорогой, я работаю еще с тобой месяц. Бесплатно. Пока я тебя не приведу к тому весу, который хочу я. Потому что я знаю, каким ты можешь быть. Что ты можешь из себя сделать. И мы начинаем работать. Я могу вам показать. У меня в ВКонтакте висят письма людей, которые пишут благодарственные за то, как я с ними работаю. Вот. Я у себя на сайте, кстати, написал, что, ребята, я не добрый диетолог. Я не могу с вами щасюкаться. И так далее. Вот. Я буду с вами работать, как нужно и необходимо работать. А почему? Потому что человек не замечает определенных моментов, когда он сам себя пытается вернуть в комфортный зон. вот. Очень интересно, что мужчины в плане психологической стабильности менее устойчивы, чем женщины. Те, кто собирается ко мне, значит, на курс снижения векции, весокоррекции, я скажу так называю. Вот. Готовьтесь к тому, что я буду вас из вашей зоны комфорта выводить. Что значит выводить из зоны комфорта? Я буду вам показывать наглядные, значит, аспекты питания, которые вы должны использовать в своей жизни. А это значит, я скажу, кофе, хорошо, пей кофе, дорогой, но кофе повлияет тебе на твой общий водородный показатель. Это приведет к потере кальция и вызову твое обезвоживание организма, что приведет дальше к метаболическим процессам, которые уже будут нам не нужны. И худеть ты можешь перестать работать. Люди теряются в этом случае. Почему? Потому что, когда им говоришь правду, именно правду, они не ожидают их воспринятия. Они привыкли почему? Потому что им все говорят, да, да, дорогой, хорошо, молодец, вперед. Это приводит к тому, что родители портят детей в плане веса. Дети потом портят своих детей. И вот начинаются ошибки в культуре питания. Для того, чтобы это пересекать, приходится человека из его зоны комфорта забирать и ставить его в ту зону, где он будет реально оценивать свои возможности по питанию и реально смотреть, что и как. Вот, что и как. У людей просто не хватает времени, чтобы разобраться в питании. Для этого мы и существуем. Мы тратим годы своей жизни, чтобы понять все эти аспекты, разобраться и чтобы человека в короткий промежуток времени поставить в нужную позицию, в нужные питательные люди. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Так, давай про этот год. Когда ты людей готов в позицию поставить? Я так понимаю, что сейчас у тебя на ближайшие полгода как минимум уже группа набрана и те, кто сейчас будут обращаться, когда ты их в позицию поставишь? Скажи, пожалуйста. Мы можем делать каким образом? У нас есть графики, в которых клиентам у нас четко отображается, кто когда заканчивает, у кого когда командировки. Вот, допустим, у нас бывает так люди пишут, я улетаю на командировку на месяц, допустим, в Сыктывкар, либо в Таиланд, например. И у нас есть возможность человека взять в этот момент другого. Вот. А рядом какой-то человек с тех, допустим, которые у нас там 300-400, там еще 5 человек тоже куда-то в командировке. У нас баз освобождается в совокупное время на 3-4 человек. И мы их можем взять. Вот. Вот так вот. То есть у нас периодически возникают места. Если посмотреть так, то статистика новых мест у нас в квартале, где-то от 5 до 7 человек мы можем брать. Вот. То есть у нас сейчас, как правильно сказал Максим, уже полгода все расписано. Вот. Вторые полгода я буду, значит, передавать управление моей компанией в России, значит, моему заместителю. Вот. И плавненько перемещать уже свои все активы в другое место. Вот. И количество клиентов я немножко уменьшу. Ну. Так же где-то в квартале я могу набирать до 30-ти новых человек. Вот. Штат нам пока позволяет. Вот. Время наше пока позволяет. Вот. Периодически смотрите на сайте, на моем ВКонтакте есть объявления, я их там укладываю, что набирается группа. Вот. С такого-то числа по такое-то число. Вот. И в этот момент я беру клиентов, когда мы с ними отрабатываем. Так же группа ВКонтакте. Вот. Есть сайт мы там иногда укладываем. Ну. Чаще всего мы укладываем ВКонтакте, потому что практически весь наш полуостров здесь работает, значит, ВКонтакте. Вот. Вот. Отслеживайте, смотрите. Могу Максиму иногда говорить, если у него время будет. Но он тоже, кстати, занятой человек. Нет. Мне как раз-то не проблема. Если у тебя будет освобождаться группа и будет набор, мне не проблема снять короткий ролик и выложить на канале для всех желающих, что вы можете сейчас вписаться. Вообще, в любой момент мне звони. Я это сделаю с приликим удовольствием. Пожалуйста. Да. Буквально на днях мы обсуждали, значит, с моими коллегами такой вопрос о том, что, значит, мы будем давать скидки на клиентов Максима. То есть, вот, если люди по адаптации какой-то к Максиму, то скидка до 15% на курс снижения коррекции веса. Во. То есть, если его, значит, клиенты будут жевать, откорректировать свой вес, вот, то до 15% я дам скидку его клиенту. Во. То есть, тоже учтите вот эти моменты. То есть, вы не только приедете в США, но вы еще сможете классно выглядеть. Имейте в виду. Хорошая тема. Да. Вот. Поэтому, как говорится, welcome to USA. Вот. И мы вашу жизнь изменим. Вот, со всех сторон. Поменяем это уж точно. По приезду мы уже с Максимом обсудили. У нас будет центр. Мы будем заниматься коррекцией веса людей. Мы будем заниматься добрыми делами. Скажу вот так. Добрыми делами. Ну, дай Бог, все получится. Я, конечно, надеюсь, что все будет, как мы запланировали. Люди. Мы уже не маленькие, не юноши. Мы уже в возрасте, когда мужчина, прежде чем делать шаг, начинает думать о том, что надо сделать и как это надо сделать. Вот. Вот. Поэтому добро пожаловать к нам, добро пожаловать к Максиму, добро пожаловать ко мне. Мы вас всех очень любим. Вот. И мы сделаем так, что вы в новой стране будете жить счастливыми и здоровыми. Долго, счастливо и богато. Долго, счастливо и богато. Да. Ну, на этом, я думаю, достаточно на второй раз уже для второго интервью. Пишите свои вопросы, Алексей, по мере возможности, опять что он очень загруженный человек. Попытается, я думаю, на что-то отвечать. Вот. Сразу говорю, желающий там поязвить и поупражняться в остроумии, я сразу блокирую. Вот. Чтобы даже попыток не было. Вот. Прям сразу вечный бан и яйца с гвоздями. Вот. А так, пожалуйста, пишите. Мы люди позитивные. Вот. Постараемся на все вопросы ответить. Ну и, соответственно, все контакты я Алексею дам. Значит, книгу вы можете заказать уже прямо в сейчас. Затем на его сайт. Все очень предельно просто. У него прямо на сайте вот книжку заказывать и сразу же закачивать. Все. Никаких проблем нет. Сразу можете приступить к чтению и наматывать себя на ус. Дальше. Встаете в лист ожидания на группу похудения, если у вас уже более серьезное намерение. программу, Алексей, я так думаю, хотя бы через полгодика, я думаю, уже, да, из бета-версии в коммерческую приведет. Анонс об этом сделаем. Ну, а так, периодически будут снимать видео. Ну и опять же, я еще не дошел до ровно 90 килограмм. Об этом будет снято еще видео. Нужно еще работать. Так, чуть-чуть осталось буквально. Самое-самое. Вот. Ну да, самое маленькое как раз, это самое сложное как раз. Самое сложное, да. Кто бы не говорил там, ой, это все очень просто. Нужно только перестать есть. Ребят, все не так. Если у вас проблема с обменом веществ, вы можете перестать есть. И двинуть кони. И все. Вот, собственно говоря, результат. А вот это самое маленькое как раз и самое сложное. То есть последние два месяца, здесь не больше. Даже три, наверное, месяца. Вот это самое маленькое у меня и идет вот на месте. День сурка. Так, раз и раз. Раз и раз. Раз. Ладно, я думаю, что дойдем. Вот. Всем спасибо за просмотр. Хорошего всем дня, я думаю. Да? Да. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»